Приветствую вас. Вопрос про детей и интимную жизнь родителей. А именно, когда дети вырастают, то родители якобы не могут жить интимной жизнью. Например, подруга про вопроса сказала, что они с мужем не могут заниматься сексом из-за 18-летнего сына. Хотя ты сидят отдельно и двери в их комнате закрываются. Говорит, он может зайти в любую минуту из-за всякой ерунды. И автор вопроса пишет, у меня тоже скоро дочь подростком станет. И что это означает, что моему сексу скоро конец? У меня тоже комната с закрывающейся дверью. И пока с сексом проблем нет. Скоро появится, да? Если это случится, я буду раздавлена и убита. Во всех семьях дети становятся подростками. И что, все семьи, у кого дети подростки живут без секса? Довольно странный вопрос, как мне кажется, связанный с некой такой тревожностью, с некой такой диссоциацией от ребенка, потому что воспринимать ребенка как некую угрозу какой-либо сферы вашей жизни, на мой взгляд, несколько странно. Хотя бы потому, что в рамках восприятия ребенка, да, вот ребенок, он все-таки, на мой взгляд, не может быть угрозой. Здесь вопрос, прежде всего, касается личных границ. То есть и того, например, как вы, вот этот вопрос, личных границ, решаете, размещаете, проявляете и обучаете своего ребенка. Дело в том, что если ребенок может заходить в закрытую комнату без стука по любой ерунде, в первую очередь, это говорит о том, что с личными границами между родителями и ребенком беда. И мало того, что родители сами страдают, это еще не вся проблема. Большая часть проблемы заключается в том, что и ребенок также получается в этом смысле личным границам не обучен. И ему будет довольно сложно взаимодействовать потом с другими людьми, у которых эти самые личные границы есть. Вообще, то, что вы описываете, очень напоминает созависимость. То есть, ну, то, что вы описываете, например, я имею в виду не у себя, как у вас, я не знаю, а у, к примеру, ваших подруг. Это очень сильно напоминает созависимость. То есть, как раз созависимые отношения, это отношения, где я не могу, не могу быть собой. Собой. Созависимые отношения, это как раз такие отношения, где я не могу вести себя, ну, как-то... Естественно, созависимые отношения, это отношения, где мне очень тяжело, очень сложно быть с тобою, быть с тобою, с собой. То есть, я не могу с тобой быть собой, получается. И вот это, на мой взгляд, большая трудность. Вот это, на мой взгляд, серьезная проблема. Поэтому, скажем так, вашей тревожностью работать необходимо отдельно. Ваша привоженность как бы имеет, ну, имеет свои, так скажем, причины, да, свои, так скажем, основания. К ребёнку, как бы, скорее всего, напрямую, по крайней мере, это не относится. Но всё будет в порядке, всё будет хорошо, если личные границы между вами и ребёнком построены. Если вы уважаете его личные границы, уважаете его личную жизнь. И он научается таким образом делать то же самое и по отношению к вам. Если подобного не происходит, то есть, если подобный, ну, если никакого такого опыта в этом у человека нет. Если, скажем так, практикуется гиперопека, то, конечно, будут здесь сложности и, конечно, будут проблемы. То есть, понимаете, в чём здесь, скажем так, ключевая особенность. Ключевая особенность в том, что ребёнок не растёт изолированно от, ну, от родителей, там, допустим, да, от окружающих людей. Дети не растут изолированно от всего этого. Дети растут в тесной взаимосвязи с этим. То есть мы можем говорить, что какие мысли, какую модель поведения, какие ценности, какие ориентиры и вытекающие из этого привычки вы транслируете ребенку, так он и... Будет себя вести? Нравится вам это? Или нет? Вот. Вот и все, что можно здесь сказать. Вот. Поэтому я могу лишь только подчеркнуть, что вообще-то подростку самому нужно. Личное пространство. И попросток, развивающийся в норме, будет наоборот отдаляться от своих родителей. Это нормально. Если что-то не происходит, то есть проблемы со взаимодействием. И их нужно корректировать. Вот, кстати, тревожность. Ничто не привязывает ребенка как к родителям, так как тревожность родителей. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. 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 Обращайтесь.